Пошел куда-то парень. Ну какая же красота, друзья. Утро воскресенья. Кустовые уже не спят. Они уже собрались в подорожку. Наше очередное путешествие. Да. Что ты говоришь? Сынок, ты поедешь с нами? Или ты пойдешь? Ты в магазин пошел? Ты куда пошел? Ааа, парапеты. Показывается, мы в стаде машин. Всем привет, друзья. 10 января. Мы снова на дороге. Сегодня мы едем на полеты. А сегодня мы в стаде машин. Сегодня мы в стаде машин, говорит Марфуша. В потоке машин, да. В стаде машин. Да, сегодня мы едем на полеты. Ветер у нас сегодня под Кучегуру, либо под Голубицкую. Посмотрите, какая шикарная погода. В Краснодаре нас провожает. Вот, а в Голубицкой там тепло. Мама кормит Гордея. Дочь в парапланерной подвеске. Все отлично. Второе кресло сзади. Чувствует себя прекрасно. Чувствует себя прекрасно. Посмотрите, друзья, в Краснодарском крае тоже бывает снег. Мы его видим очень редко, только в горах. Здесь, получается, мы только выехали из Краснодара. И уже такие виды, такие пейзажи. А грузовые машины в снегу вообще меня вахту напоминают в Ренгой. Сейчас-то остановимся на столько людей, как законопослушные граждане. И поедем дальше. Ну что, друзья, пока мы пробивались сквозь зной и снег, приехали в Кучу-Горы. А здесь, смотрите, Голубая бухта. Тут все шикарно. Тут совершенно другая планета. Это буквально пару часов от Краснодара. И ты совершенно в другое время года попадаешь. Все, дети уже не выдержали. Друзья, вы все знаете, что в Кучу-Гурах разгуляться негде. Значит, отель Кучу-Гуру был с одноименным названием «Занят». Мы приехали в санаторий. Санаторий называется «Искра». Значит, что хочу вам сказать. Да. Это на минуточку, друзья, самый дорогой номер. Нет, тут белоснежные постели, бесспорно. Это чисто все, тут как бы чисто все, без всякого. Ну, просто вот это вот полусавдеповский вариант. Такой вот. Это вот самый дорогой номер. Ну, жесть, конечно. Жесть прям. Ой, как круто. Ой, 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 ты куда, сынок? Ты куда залез-то, сынок? Где-то. Потом меня выхаживайте. Давай. Давай. Давай, брызгай. Давай, брызгай. Опа. О, круто. Давай, наркушка. Опа. Я тебе шлюю, давай. Брызгай. Молодец. Опа. Опа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда номер не очень, ну, в принципе, так бывает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Есть уравни. И у ладки к сыну уравни очень понравились. Он ими гоняется. Для него это приколюшка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот. Какой красивый баннер. Но на деле все оп! Совсем, совсем иначе. Очень иначе. Может быть, когда-то в советское время это был прекрасный санаторий. Сейчас это, конечно... Он либо только начали его восстанавливать, либо в него вообще не вкладывают. Не вкладывают очень маленькое личинское количество денег. Территория прекрасная, озеленение чудесное. Но волейбольная площадка неплохая, первая береговая ливня, песочек, и все классно. Но вот это вот корпуса совдеповские, ремонты совдеповские. Вот это все так удручает. Хотя вот территория, ну, реально шикарная. Очень хорошая территория. И погулять... Да, здесь рядом не стоит, наверное, ни один комплекс, который мы знаем на побережье. Вообще просто шикарно. Но, к сожалению, пока это все изнутри выглядит. Хотя территория чистая, убрана, подметена тут. Ну, как бы вот мусора нигде нет, если вот касаемо. Слушайте, это же пионерский лагерь, когда были, это же... А, так это пионерский лагерь здесь был вообще, в принципе. Ё-моё. Представляешь, вот эта площадка будет, да, когда утром строится. Да, ну, это, конечно... Ну, вот, да, совдеп. Ну, тут надо, конечно, приложить руку. Корпусов очень много. Есть что-то новое. Там веревочный парк, вот эти карусельки более-менее там покрашены, подделаны сцены и так далее. Но в основном... Площадка неплохая, тоже новая. Но в основном, конечно, такой прям совдеп-савдеп. Мы заходим в столовую. Тут еще какой-то досуговый центр. Мы едем в столовую, друзья. В столовую. Мы опаздываем. Ресторан у них не работает. Друзья, фруктовый салат. Это вам не хохорим, мы хохорим. У меня грешница. Смотрите, какая интересная инсталляция. Нет, баннер. Как будто мы попадаем совершенно в недавнее прошлое. Рома, это как будто у тебя дома оказалось. Я как будто у Ромы дома здесь. А вот здесь как будто в деревне у своего бабушки, дедушки. Вот прям вот в Камчатке. Это просто невероятно. Слушайте. Ну, может быть, поэтому они так акцентируют, что это как салатизм. Ой, какой красивенький подарочек. Ну, да я желаю им развития, конечно же, и успеха. Потому что территория шикарная, корпуса прекрасные, просто требуют все ремонта, обновления, сантехника, ну и так далее. А так круто. Румочка, ты хорошо покушал? Да, да, не покушал. Да, покушал. Завтрак есть такие более-менее нормальные. Да, даже получше, чем в парке-отеле в Сочинском, согласен? В парке-отеле, да. Ну, помнишь, где не пройти, не пролезть, грязи, щас пролезть. Нам здесь больше понравилось. Даже фруктовый сыр. Мы отдельно, потому что мы не посылали. А мы можно намочить? Ю-ху-ху! А мы можно намочить? Можно. А зачем тебе нужна будет мокрая корова? Вот, днем горячий источник выглядит так. Это средний бассейн, но там горячий, но там холодный. Там еще открытый есть. 50 не может быть, это где-то просто 40. Так, друзья, что хочу, что хочу быстренько снять обзор самого лучшего номера в санаторий Искра. Что, дочка Гордей? Ой, спасибо тебе большое. Папа, а, Гордей к собакам пошел. Застегни ему просто куртек. Вот, эти цветы не умалят моего взора. Значит, заходим. Вот это все грязь, это все какие-то непонятности, да? Окна грязные, шторы грязные. Пол с подогремом шикарный. Примерное расположение. Вот такой светочек я возьму. И саму букеты светочков. Итак, значит, смотрим. Вот просто. Окна грязные, шторы грязные. Все грязные. Один огромный плюс здесь, это пол с подогревом. Пол с подогревом. Значит, такая какая-то прихожечка с крючочками. Не, ну, не заляпана, но тоже не есть чистенько все. Туалет, подожди, это надо отдельно. Значит, вот в таком вот все. Видишь, шкаф чуть-чуть сломанный. Значит, в шкафу у нас такие полки. Такие-то простыни и подмаловочки. Это все чистое. Простынь более или менее такого, знаете, вот плана, когда в хороший отель ездишь. А вот это вот все такое типа сабдепа. Вот, значит, столы, стулья. Все вот в таком вот виде. Абсолютно все. Там у нас муравейный отряд. Отряд муравьев, которые благополучны. От усилия здесь вот так выглядит. Кровать. Я напоминаю, это лучший номер. Здесь мы завешали, потому что тадам. Вот это все настолько грязное, что, ну, для меня это слишком брезгливо. И я спала вот с этой стороны. Ну, это была Алис просто для меня. Это грязь. Муравьи. Пуфик сломан, кстати. Дети упали мне два раза с него. Значит, здесь, тут понятно, что все тоже тут. Грязный холодильник старый, но чистый, без запаха. Тут даже никто и не пытался это отмывать, оттирать. Телевизор плазма более-менее. Шторы грязные. Окно на проветривание режима нет. Нет, здесь, значит, балкон довольно большой. Летом он бы пригодился, конечно. Муравьи. А мы брали вот этот номер. Нам сказали, вам необходимый диванчик. Мы взяли с этим диванчиком. Мы не то, что не раскрывали. Мы вообще побоялись, как бы, здесь даже что-то предпринять. Ну, вы понимаете, о чем речь. Юлик посмотрит, будет блевать просто. Да любой человек будет просто в отвратительном состоянии. Все такое, ребята, такое просто. Никто ничего не моет. Хотя бы отмыть бы, да? Что-то. Это местные полотенца. Местные полотенца. Хорошо, что она синего цвета. Вот так вот это вот все убожество выглядит за 5000 рублей в сутки. Все вот такое вот корялое, косое, хромое. Кондиционер есть, но даже на потолке грязь. Ой, господи. Туалет заслуживает отдельного вещания. Вонь, в которую ты заходишь и чувствуешь, она невыносимая. Она просто ужасная. Посмотрите, какие здесь краны. Сантехника, да, какая? Таз. Я не знаю, для чего она. Потому что воды нету в бачке омывателя. Ей нужно работать от таза. То ли для стирки. Смотрите, какое все. Жесть, да? Просто жесть. Ну вот как тут? Тут не ходить, не мыться просто невозможно. Ну, друзья мои, это просто, просто жесть. Чтобы вы понимали, это искра. Самый дорогой номер. Смотрите, зато здесь вот такая вот есть внутренняя мельница. что при ветре работает, добывает электричество, что экономит им их бюджет. Ну, видимо, это прачка. Видимо, в прачке конечно использованные полотенца. Жесть. Входная группа такая у них тут. Вот как заходите, сразу сюда. И вот это вот администрация. Ну что ж, мы на Азовском море. Пажа, панки. Море такое волнительное, но очень хорошее как раз для полета. Ждём, когда взлетнёт вверх, ровит колокла. Гордюша, в море не ходим. Не июнь, не июль месяц. Не сентябрь. Гуляем. В общем, там, смотрите, какая пена. О, пена! Вон он Роман. Роман, вот он, на моём пальчике. Всё отлично. Он готов к взлёту. Но не взлетает. Видимо, у него там нет ветра. А это Гордей. Он весь в песке. А это Марфа. Короче, эти прогулки все детские. Это не для слабонервных. Это же стирать, мыть, тереть, убирать. Вот Годей разулся, например, сейчас. Слушайте, ну мне кажется, море просто прекрасно зимой. Летом по-своему, зимой по-своему. Посмотрите, как тихо, красиво. Мне кажется, я бы одна гуляла километров по 15. Это так здорово. Парень ушёл за своими птицами. Я нашла Дмитрий. Опять свеженький, красивенький. Думаю, приготовил. Судьба парапланириста. Парапланириста. Да, вот он стоит там. Здесь постоял. Туда ушёл, постоял. И опять ушёл. Видимо, полётов сегодня не будет. Пошли, где я? Я не пойду, дочь Гордей не пойдёт. О, это Поганочка у тебя такая красивая, да? Ты машину подержишь или ещё нет? Машину подержишь? Ребята, наконец-то я встретил этого человека. Это звезда. Это тот самый Иван, который с Акселем. Вы все его знаете. Ветер сегодня пока не очень. С утра вот. Вот эти вот ребята успели полетать? Вот эти вот двое. Я не успел. Сейчас ждём ветер. Пока наземем. Куча гуры, красота. Пока в Краснодаре снежина идёт, жесточайшая. У нас здесь уже солнце проявилось. Очень крутая погода. Просто, ну я говорю, как на... Куча гуры, красота загорает. Да, как будто на другую планету попали. Друзья, я только что понял, что выражение «Ждём у моря погоды» это про парапланиристов. Реально сидишь, ветер ушёл, сидишь в подвеске на берегу, кайфуешь и ждёшь погоды. Видишь, нет, неправильный пока запор. Боже, чудо случилось. Вот оно. Он летит. Господи, он летит. Гордюш, смотри, папа летит. Ура! Ура! Он уже три недели летал. Красавчик. Я не знаю, как он... Видимо, по склону всё-таки он побежал вверх по склону. Хорошо. Вот он, чудо-человек. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Я вижу, вижу! Красиво смотришься! Ну вот, Юра сегодня пытается пробиться. Тоже там запёрло его хорошо. На акселе тоже пытается пролететь. Чё, запирает, Юр? Ну всё, друзья, отлетал. Приземлился по ветру. Получается, ветер немного косит в эту сторону. Против ветра приземлиться нереально было. Поднимало. Вот просто над морем скидываешь, скидываешь, скидываешь. Уже там метра три остаётся буквально. Подходишь в сторону берега. И тебя просто выстреливает вверх. Поэтому пришлось приземляться в эту сторону по ветру. Очень мягкий косел. Без проблем. Время четыре часа. Поедем домой. Лететь я больше не хочу. Вот здесь внизу стою на пляже уже. Вы слышите, как ветер дует. Наверху там больше десятки. Волны. Вот там гребешки. Какие нафиг гребешки? Там гребешки на восьми метрах. Тут уже волна такая, не знаю, полметра, наверное. Поэтому... Всё, отлетал. Самое главное, меня начало запирать, заберегиб, задувать. И у меня брюмель с правой стороны отвалился. Я аксель выжимаю. Брюмель отвалился, аксель или нет. Думаю, ёлки-палки, что делать? Я галсами. Я не знаю, Ольга снимал или нет. Что я-то вообще творил? Вперёд наклонился. А ряды тяну. Галсами пытаюсь этими. Ну, кое-кое-кое-как. Вот туда в море ушёл. Не знаю, метров на 30, наверное. Меня там только начало спускать. Ветер, видимо, сильно усилился. Как бы до этого аксель мне не нужен был. И вот кое-кое-как сюда присел. Короче. А меня начало запирать. Туда за перегиб понесло. И там провода. Я думаю, ё-моё. Помолился, кому только знал, кому мог. И думаю, ну давайте, помогайте. Я тут, чё мог, я всё сделал. Пытаюсь этот брюмель найти. Думал, ну сейчас за пару, там, ну, 3-4-5 секунд, там, 10, может быть, я не знаю. Сильно не удует. Найду я его. Нифига не нашёл. Блин, не нашёл. Когда приземлился, смотрю, он там в петельку залез. Ну, думаю, блин, вот это знак. Поедем домой. Всё, друзья, заканчивается наша очередная поездка. Сегодня 11 января. Мы едем в сторону дома. Впереди у нас, смотрите, какая красота. Зелень. Диноградники. Горы, море. И тепло. А сейчас мы заедем. Грубо говоря, к Темрюку будем подъезжать. Там уже будет лежать снег. И пока мы будем ехать до Краснодара, всё это время будет у нас снег. Дочь вырубилась в кресле. Сын тоже вырубился в кресле. Отлично. Мамочайник. Всё. Руководители спят. Теперь наше время с мамой пообщаться. Насладиться друг с другом. Сейчас ещё заедем ближе к Краснодару. Там будет снег. Ещё поснимаем снег. То есть мы реально сейчас километров через 50 попадём в зиму.